Входную дверь откройте, гражданинные не могут достучаться до вас. Как ваша коллега Хванфилова, обратитесь на меня в суд и потребуйте 1 миллион рублей. Ха-ха-ха. Или вы больше потребуете? В рабочее время. Будете исковое заявление писать, как Хванфилова? Я предупреждаю вас, что я свой согласен на ее распространение в сети интернета не даю. Хванфилова требует 1 миллион рублей. Ха-ха-ха. Прошу просветить аудио-видеосъемку на данном судебном заседании ответчику МАИ Владимиру Владимировичу в связи с тем, что на данном судебном заседании говорится о моих персональных данных, которые я не хочу впоследствии, чтобы выкладывались в сеть интернет. Какие персональные данные? Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место пожилых. Средина заседания. Эта информация и на сайте суда имеется. Дата рождения, место рождения не имеется. Это мои персональные данные. 10 ноября 23-го года я находилась в отделе полиции номер 3, как ответственная от руководства. Заступила на суточное дежурство. В этот день, примерно в период времени 16.30 до 17, мне позвонил дежурный и сообщил, что подошел в отдел полиции гражданин МАИ, который хочет пообщаться с руководством. Так как я была ответственна от руководства, я спустилась в дежурной части, где стоял гражданин МАМАЕ и наш слушатель Анна, не помню, как у вас получится. Гражданин МАМАЕ громко говорил, что дежурный не хочет принимать заявление. Я не понимала, о чем идет речь изначально. Естественно, МАМАЕ вместе с Анной я проводила в свой кабинет, где гражданин МАМАЕ начал производить видеосъемку. Данную видеосъемку я разрешила проводить только для обжалования моих действий, либо бездействий. Выкладывать в сеть интернет я ему не разрешала. Это озвучивалось на видеозаписи, имеется также. После того, как мы пообщались, я их проводила вниз, дальше я начала заниматься своими должностными обязанностями. Примерно в 6 утра 11 ноября мне позвонил дежурный, сообщил, что гражданин МАМАЕ выложил в сеть интернет, на Ютуб и ВК, или только на Ютуб, данную видеозапись. Естественно, я очень сильно разнервничалась, голова разболелась, о чем была вызвана скорая помощь мне. Копию карты вызова скорой помощи будет предоставлена на основное судебное заседание. В связи с занятостью на работе не успела взять. В связи с чем я, суд, прошу удалить видеозаписи, которые имеются в сети интернет с моим изображением, с моими персональными данными. Видеозапись называется «Балабол и чепуха». То есть, чепуха, я так понимаю, я, балабол, это Константин дежурный. Вторая видеозапись называется «Памфила Вера Михайловна-балабол». Это оскорбляет мою честь и достоинство. Поэтому суд прошу удалить, принять решение об удалении данной видеозаписи. Я являюсь публичным человеком, но согласно федерального закона номер 3 о полиции, я также имею право на сохранность своих личных данных и не выставление сети интернет без моего согласия. А какие личные данные? Фамилия, имя, отчество, моя должность, мое изображение. Это мое личное, это мое. Хорошо. То есть, если зайти на сайт отдела полиции, информации о вас там не будет? Нет. Как о должности, ну, лице или как о сотруднике отдела полиции? Нет. Когда есть информация о начальнике? О начальнике нет. Когда же вы заместитель начальника? Ну, моей нет. О круге, моя должность и где я работаю, кем я работаю, имеется определенный круг людей не знает. И я бы не хотела, чтобы они знали. К сожалению, данное видео опубликованное, естественно, круг общения узнал. Плюс в классе у ребенка начали моего ребенка звать чепухой, потому что дети, которые посмотрели это видео, твоя мать чепуха, значит и ты. И ребенка до сих пор, она не хочет ходить в школу. У меня дома постоянно сейчас скандалы, когда ребенка отправляют в школу. Она не хочет, потому что ее там называют чепухой. Сейчас будет решаться вопрос о том, чтобы ее перевести. Если удалится видео, будет решаться вопрос о переводе в другую школу. При этом она учится в кадетке. Я не повышаю, у меня просто эмоции. Вот, скажем так, в этом видео кто-то вас назвал определенным названием, которое содержится в... Балабула чепуха. Нет, при видеосъемке такое было? Нет. При видеосъемке не было. Это ваши догадки, что там балабула или чепуха относятся лично к вам? Название видеоролика. Панфилова Вера Михайловна-балабул. Второе видео. Панфилова Вера Михайловна-балабул. Первое видео. Балабул и чепуха. На первом видео сначала идет общение с нашим дежурным медведевым, а потом идет общение со мной. На первом видео первое изображение общения идет с нашим дежурным, второе общение со мной. То есть оно одно видео. То есть балабул, так предполагаем, дежурный чепуха, так предполагаем я. Второе видео. Панфилова Вера Михайловна-балабул. То есть это только я. И на видео только я. Ну, просто вы сейчас немного по-другому сказали, что есть видео Панфилова, Вера Михайловна-балабул. Балабул. Нет, балабул. Поэтому я и стала смотреть, но не увидела. Скажите, пожалуйста, на носителе электронном есть у вас видеоматериал, о котором вы говорите в исковом заявлении, поскольку сюда возможности, да, находясь в судебном заседании, посмотреть видео нет. К сожалению, на данный момент нет. Нотариусы до Нового года не производят протокольный осмотр видео. Будет сделано к основному судебному заседанию. Ну, а просто, скажем так, скачать на любой электронный вариант, может быть, не будет вторая сторона спаривать, что это именно эти видео. К судебному заседанию в основном мы скачаем, предоставим. К которому будете пить? Да, также к судебному заседанию будет дополнение к исковому заявлению нашему. Данное видео уже в 8 утра было в общей группе отдела полиции. Плюс мне звонят из других районов, из других городов. И что там, что там, что там. Естественно, я переживаю. А что там, что там такого-то на этом видео, что вот так переживать? То есть, я так понимаю, вы ежедневно, да, имея определенную должность, занимаетесь приемом граждан. Нет, Ваша честь, я не занимаюсь приемом граждан, нет. Хорошо, ну вот так случилось, руководство вам доверило, да, определенную функцию общения, да, вот, значит, вы приняли граждан, вы слушали их пояснение, скажем так, в чем переживание? Общение с гражданами у меня не вызывает переживаний. У меня вызвало переживание выставление в сеть интернет-видеозаписи с моей фамилией, имя, отчества, с моим изображением, с надписями «Балабол, чепуха» и просто «Балабол». Также в связи с ребенком, что в школе происходит, происходило, происходит. Без моего разрешения никто не может выставить в сеть интернет. Это, это мое переживание. Скажите, пожалуйста, вот вы так переживаете, вас смущает слово «Балабол»? Меня смущает то, что есть изображение в сети интернет, мое, в форме, и также видеонадписи, также смущает. Вы находились в тот момент на службе? Да. С вами вы решали какие-то личные ваши дела, либо дела другого лица, который к вам обратился? Другого лица, лица слушателя нашего. То есть съемка велась законно, незаконно, по вашему мнению? Съемка велась законно, так как я даже сама разрешила для обжалования моих действий, либо бездействий. То есть вы согласны с тем, что я имею право получать, я там, либо мой доверитель имеет право получать информацию при обращении на личном приеме, при общении с сотрудниками полиции? То есть вы признаете это право на сбор информации? На видеосъемку разрешение было. То есть, ну это сбор информации путем незапрещенным законом, ну в частности видеофиксации. Да, но я вам запретила выставлять... Я сейчас задаю вопрос, то есть признаете это право? Но право распространять эту информацию вы не признаете? То есть собирать можно, а распространять нельзя? Я вам запретила распространять ее. А на каком основании вы запретили? На основании ГК и ФЗ. Можете сослаться в конкретную норму права и процитировать хотя бы? В исковом заявлении все статьи указаны. То есть только на основании статьи 152.2, да? Все статьи в исковом заявлении указаны. А вы знаете, что вы являетесь специальным этим субъектом? То есть вы сотрудник полиции и на вас действует закон о полиции? Также указано в исковом заявлении. То есть вы прекрасно знаете, что ваша деятельность гласна, открыта, подлежит порицанию? Все статьи указаны в исковом заявлении. Нет, тут как раз вы эти статьи как бы проигнорировали. Вы себя рассматриваете как просто гражданина, которого вдруг ни с того ни с сего начали снимать и потом что-то где-то выкладывать. Я не говорила, что с того ни сего начали снимать. Хорошо, такой вопрос. Как вы понимаете слово балабол? Что это? Можете там как-то пояснить, что это такое за слово? Характеристика определения слова балабол? Это не предмет искать. Ну вы говорите, что вы переживаете от слова балабол. Нет, пожалуйста. Вопрос судом не снят. Поскольку вы уже дали пояснение, что у вас моральный вред еще, скажем так, связан с защитой чести и достоинства. Балабол. И вот это вот название, как я поняла у вас. Хорошо. Балабол это вру, по моему мнению. Нет, я сейчас... А, то есть это ваше личное восприятие, что врут? Ну, да. А вы смотрели определение этого слова в справочнике, там, толковые слова, там, ну, разные справочники? А вообще, что такое определение? Кто такой балабол? Что это за человек? Это человек, который врет. Ну, то есть вы считаете, что врет? Да. То есть не человек, который попросту что-то говорит? Пустое говорит, то есть врет. Ну, врет и пустое говорит, это немножко разные вещи. Это все вредности. Хорошо, скажите, пожалуйста, чем подтверждается факт, что якобы я что-то где-то выложил? Ваша страничка, с учетом того, что вы... Чем подтверждается, что это моя страничка? Вы мне писали в ВК потом и... Чем подтверждается, что я вам писал в ВК и это материала в дело нет? То есть вы хотите сказать, что это не ваша страничка? Я ничего не хочу сказать, я хочу понять... У нас вопросы только два. Да? Вопросы, которые... Я хочу понять, если вы подаете исковое заявление, оно должно быть обосновано и иметь соответствующие доказательства. Поэтому я спрашиваю, что вы там намонтировали, насочиняли без нотариального удостоверения и тому подобное. Я хочу понять, согласно 56-й строке ГБК, как вы будете доказывать? Раскройте ваше доказательство. Страничка называется «Мамаев.Про». Ну и что дальше? Где вы во всех видеозаписях рекламируете данную страничку. Где доказательства, что это моя страничка? Где доказательства, что я там что-то выкладывал и так далее? Я могу рекламировать все, что угодно. А могу не рекламировать? Чем подтверждается? Пока только вопрос. Чем подтверждается? Доказательства будут на основном судебном заседании. Будут. Хорошо. То есть на данный момент доказательств нет. То есть это ваше голословное утверждение, что якобы я что-то где-то выложил. Хорошо. Вы эту запись где-нибудь на других, может быть, ресурсах видели? Ютуб и ВК. Ну, допустим, ну может кто-то другой выложил еще? Никак нет. Нет. То есть вы мониторите только конкретную страничку, конкретный ресурс на Ютубе? Нет. Дежурной части сказал, что вы выставили данную видеозапись на своей страничке. Назвал, дал мне ее название. Я перешла на данную страничку в Ютубе. Естественно, я увидела это. После чего я узнала только о вашем существовании, что вы являетесь якобы блогером. Вы можете сказать фамилию, имя, отчество того человека, который распространил в отношении меня заведомо ложную информацию? Ну, вы сказали, что вам какой-то сотрудник что-то там сказал. В частности, Медведев Константин. Медведев Константин, да? Да, он дежурил в этот момент вместе со мной. Только как оперативный дежурный. Вы не хотите его заявить в качестве свидетеля? На данный вопрос не будет отвечать. Смотрите, я как бы почему хочу пояснить. Источник вашей осведомленности, первоисточник. Я так понимаю, вы оперируете тем, что якобы я где-то что-то выложил, основываясь на том, что вам кто-то сказал. Давайте установим первоисточник. Мы у этого Константина спросим, откуда он взял эту информацию? Ну, у меня больше нет вопросов. Спасибо. Потому что я работаю в полиции, знал только классный руководитель, естественно, директор и у кого было личное дело мое. Мы не распространяемся о том, что я сотрудник полиции. А кто-то, может быть, вашему ребенку пояснял, откуда они это все увидели? Они показали даже видео. Это где была булла, чепуха. Естественно, ребенок пришел со слезами. Я больше не пойду в школу. Это вот все, опять-таки, скажем так, не с существом видео, да, связано, а именно с названием? Ну, с названием, да. Ее начали отразнить теперь чепуха. Скажите, пожалуйста, еще раз, значит, вот это вот непосредственно съемка, да, в самом отделе полиции, вот, где была изначально, да, это, по-моему, дежурная часть, да, где принимали граждан, там съемка разрешена? Да, с разрешения руководителя отдела полиции, с начальника. А далее потом вы проследовали в кабинет. Да, в мой личный кабинет номер 37. Было ваше решение, да, пригласить в кабинет или непорядок у вас такой? Общение с гражданами ведется в кабинете. Я могу общаться, конечно, и в коридоре, но с учетом того, что необходимо производить записи, мало ли люди сообщали о каких-то правонарушениях, а не сообщали, которые необходимо было проверить. То есть производились записи, о чем потом было составлено рапортом, но и зарегистрировано в КУСП. Соответственно, вот они эти видео оформили. Да, в кабинете, в котором непосредственно проходила эта видеосъемка, скажем так, что-то нельзя снимать. Да, там уголовные дела. Там находятся уголовные дела. А они в свободном, открытом доступе лежат, либо в сейфе? Уголовные дела лежат в сейфе, но с учетом того, что их было много, и я проверяла, осуществляла проверку следователей, они также лежали у меня и на столе. А вот вы тогда, если считаете, что это сохранность должна быть как-то соблюдена, уголовных дел, приняли решение пригласить туда непосредственно, в том числе и ответчика, вы понимали о том, что у вас находятся дела в кабинете? Ну, а почему тогда не приняли меры, чтобы, ну, у тебя тогда убрать обратно в сейф, достать уже потом? Сейф был полный. Сейф у вас был полный. То есть, получается, факт нахождения их на рабочем месте связан не только с тем, что вы с ними работали, а в том, что их просто и сложить более не надо? Нет, да. Скажите, пожалуйста, непосредственно ответчик, в связи с чем, находился в вашем кабинете? От гражданки Анны была, поступила, в последующем я узнала, поступила жалоба, что ее не ознакомливали с материалами проверки, гражданин Мамаев, я так понимаю, был представителем Анны и требовала пообщаться с руководством по данному поводу. Почему Анну не ознакомливают с материалом? То есть, ответчик был представлен как ее доверенное лицо? Ну, это я потом уже узнала из видео. Ну, и, соответственно, скажем так, ваша беседа между гражданином, который пришел с жалобой, и ее представителем, в принципе, в кабинете проходила, чтобы принять от них заявление? Я составила потом рапорт о нашей беседе. А вот эта беседа-то, она, скажем так, они когда в дежурную часть пришли, почему вообще вас пригласили? Гражданин требовал начальника, отвечик требовал начальника. Я, как ответственная от руководства, спустилась к нему, чтобы пообщаться. Возле дежурной части он стоял и кричал, можно даже так сказать, кричал, что дежурный не принимает заявление. То есть я не понимала вообще о чем, что происходит там в дежурной. Естественно, я приняла решение поднять к себе в кабинет, чтобы выяснить все обстоятельства, написать, если что, аэропорта, запустируйте, чтобы проводилась проверка. Мы поднялись. Началось, что дежурный не зарегистрировал заявление. И также Анна начала рассказывать свою историю про холодильник, что вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела, что Анна писала заявление об ознакомлении с материалом проверки, но ее не ознакомили, а выдали только копию постановления об отказе возбуждения уголовного дела. Это я все тоже в рапорте написала, отразила, зарегистрировала. Я прошу прощения, с учетом того, что было время уже более 17 часов, это была, насколько я помню, пятница, 10 ноября, архивариус уже ушел. То есть мне неизвестно было, где этот материал у Анны. Сходить, принести, ознакомить в соответствии с законом я не смогла. Ну, мы, в принципе, сегодня, если я не объясняю, а если бы, скажем так, гражданин пришел и не просил руководства, а просто сказал, что вот он хочет либо решить свой вопрос по жалобе, чтобы его ознакомили с материалом, ну, либо подать просто заявление, как сообщение о преступлении, для этого, скажем так, тоже приглашается уполномоченное лицо или сам дежурный принимает? Сам дежурный принимает заявление, регистрирует его. То есть получает объяснение от участников? Нет, дежурный только регистрирует заявление, сообщение, после чего он вызывает либо участкового, либо оперативного сотрудника, либо дознавателя, либо следователя, смотря... Да, смотря что там, и уже профессионалисты работают, либо оперативные сотрудники, руководители не занимаются опросом... А тут, поскольку требовали именно начальника для пояснения, то, соответственно, пригласили непосредственно вас. И вы уже дали, в принципе, я так понимаю, все это общение проходило... То есть, скажем так, все-таки основная цель, это была подача какого-то нового заявления о преступлении, или это было разрешение вопроса о том, что у гражданина уже ранее было подано заявление, оно не разрешается, не двигается? И вот... Вы можете пояснить, если вы не знаете... Я не знаю, цель его визита, и требу не вызвать с начальника. Но, хорошо, по итогам тогда, значит, того, как все у вас общение закончилось, вы, значит, составили рапорт. Еще раз поясните, о чем? Рапорт о том, что дежурный не регистрировал заявление от гражданина Мамаева, и второй рапорт о том, что гражданку Молмар не ознакомливают с материалами проверки. Не ознакомливают с материалами проверки, да? Да. Так, известна вам судьба того, что по рапортам, какие приняты? Нет, я их не рассматривала. А вы их просто передали? Я просто их зарегистрировала. То есть мое напечатать, зарегистрировать уже как руководство, кому отписывала, я не отслеживала. А, скажите, пожалуйста, вот то, что дежурный не регистрирует заявление, это было, скажем так, вы зафиксировали просто потому, что об этом сообщил ответчик? Да. А вот то, что не ознакомливают, это тоже то, что сообщил, получается, ответчик? Или они вам представили документы с входящим, например, там, да, заранее, который был составлен? Они предоставляли, они предоставляли. А Анна мне предоставила документы по материалу, сообщила номер по СПП, по ее заявлению. То есть был известен материал, какой нужно искать, по крайней мере. Мне было известно. Также Анна мне сообщила, что она писала заявление об ознакомлении с материалом, но ответа не получила, что вышел сотрудник полиции, вручил ей только копию постановления об отказе возбуждения уголовного дела. С материалом не ознакомливала. То есть это все в рапорте написано у меня, все отражено. Что она просила. Также Анна была вызвана в понедельник. Вы можете предоставить этот рапорт? Копия рапортов? Да, копия. Да, к основному суду предоставим два рапорта, которые были зарегистрированы. Обратились в отдел полиции, чтобы выяснить вопрос, когда же, наконец, нас ознакомят с результатами доследственной проверки по заявлению о 21 сентября 2023 года, которое у них зарегистрировано 22 сентября, по которому было постановление об отказе возбуждения уголовного дела, потом оно было отменено, потом было постановление об отказе возбуждения уголовного дела, потом оно было отменено. И сейчас уже проводится третья проверка. Третья проверка. Записаны мы на очередной прием к начальнику АП номер 3 Чухарову Николаеву Валерьевичу на 30 число. Посмотрим, как он перед нами отчитается. Он перед нами уже отчитывался. Я просто поясняю, что в отделе полиции есть соответствующее помещение, в котором принимают граждан. То есть вопрос про какие-то там уголовные дела, спрятали, не спрятали, сейфы и тому подобное, мы не обязаны знать. Нас куда провели, там мы и фиксируем то событие, которое происходит. Потому что, к сожалению, нам приходится фиксировать все абсолютно, в том числе обещания, которые не сбываются, которые нас говорят одно, а на деле другое. Мы должны это фиксировать, это наше право. Так, теперь, значит, еще раз. То есть вы перебили в отдел полиции для того, чтобы выяснить судьбу поданного ранее заявления или узнать результаты по проводимой проверке. В частности, тот день посещения нас интересовал вопрос именно ознакомления с материалами доследственной проверки, так называемой вот этой профессиональной проверки, которая в рамках... Есть номер ПУСПА. Есть, ну, сейчас у меня с огонь. Ну, это все, все предоставлено, да. Это просто та обстоятельства, которая с удовольным перебором. Конечно, мы пришли с конкретной целью, с конкретным результатом и началось... Скажем так, вы не отрицаете факт того, что видеосъемка взялась в момент того, как вы ее видели, как вам впоследствии привела Панфилова Мира Михайловна? Не отрицаю. Не отрицаю. Не отрицаю. Я фиксировал это все, как вы на видели. А цель вашей фиксации всей этой ситуации такая? А цель следующая, чтобы, во-первых, зафиксировать те обещания, которые неоднократно нам даются, зафиксировать неправомерный действие... Такие обещания, секундочку. Такие обещания? Да. Обещания, чтобы мы вас ознакомим и тому подобное. Но по факту, говорят, мы вам перезвоним, не перезваниваем и так дальше. То есть до... Это не первая попытка? Это не первая попытка. В том-то и дело, это не первая попытка. До этого мы разговаривали с начальником дежурной части Бухаровым, Дмитрием Павловичем. Потом у нас была Вера Михайловна Панфилова, потом у нас был... Много кто через нас прошел. А у вас есть, скажем так, вот эти вот копии заявлений сходящими штампами, в которых, да, вы просите предоставить вам материал проверки для осмоков зрения? И, соответственно, далее... Есть у моего доверителя, есть все, есть, конечно. А он готовы представить? Я думаю, что, конечно, это предоставить. Пояснение, пояснение. Да. Хорошо. Так, далее, пожалуйста, значит, что-то у вас еще есть пояснить? То есть, теперь давайте ближе к тому, что вот выяснили, истец выяснил о том, что это каким-то образом стало опубликовано в сеть интернет. Вот, расскажите, пожалуйста, имеете ли вы отношение к страницам, проводили ли вы публикование этой информации? Уважаемый суд, я подтверждаю тот факт, что я ввел видеофиксацию. Все, что касается других доводов, я считаю, что сторона, которая подает исковое заявление, должна обосновать и доказать свои требования. Поэтому я не собираюсь... Я, конечно, были уже данные пояснения. Нет, я воспользуюсь своим правом не отвечать на данный вопрос, потому что это, я считаю, будет не в моих интересах помогать ИСУ собирать какие-либо документы. Доказательства, либо признавать какие-то факты, либо отрицать факты. Я обратил внимание, что в своих вопросах, чем подтверждается факт, что я выкладывал где-либо. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите еще раз, то есть, вот цель была, чтобы зафиксировать те обещания, которые впоследствии, как я понимаю, могли были быть невыполнены. А это для чего, скажем так, чтобы потом с этим обратиться к руководству? В том числе? В том числе? В том числе. Потому что, когда мы обращаемся к руководству, и мы говорим, что вот так было и так, и нас никто не обвинит, что мы кого-то там клевещим и тому подобное. Мы всегда можем в любой момент показать конкретные слова конкретного должностного лица. конкретные обещания и конкретно то, что они не сбылись. На сегодняшний момент есть уже два предписания прокуратуры, но до сих пор нас никто с материалами досвидетельной проверки не ознакомил. Два предписания. То есть по факту, в принципе, цели предстанции была значительно интересов конкретного лица? Конечно, конечно. То есть это не связано, скажем так, с какой-то общественной безопасностью, защитой правопорядка? В данном случае я в качестве представителя фиксировал и собирал доказательства. В случае необходимости, если надо будет обжаловать действие, действие на ваших лиц и тому подобное. Но как минимум, чтобы иметь доказательства и аргументы при общении с вышестоящим руководством. Потому что если этого не делать, то получаем, как правило, отписки, где написано о том, что с вами не связались, вы там на телефон не отвечали, и ваша проверка не подтвердила указанные нами факты. Понимаете? В итоге-то вас ознакомили с материалами проверки? К сожалению, до сих пор нет. Вот 30-го числа зададим вопрос начальнику ОПН номер 3. Когда, Николай Валерьевич, вы все-таки соизволите? Я говорю, мы уже и у МВД общались, это замначальника. А вы 10 ноября вечера вы фиксировали заявление о необходимости ознакомиться, или уже не было повторно подано? Заявление нам не было подано какого числа? Но у нас свидетель не берет. Ну я могу просто, да, да. Хорошо. Заявление было подано задолго, соответственно, все сроки уже давно нарушены, поэтому нам подавать, нас побуждали на это. Вот благодаря тому, что я, как человек, оказывающий юридические услуги, говорил моему удовлетелю, что не ведитесь на вот эту провокацию, не пишите повторное заявление. Почему? Потому что, чтобы они формально не считали, что должны отвечать уже на повторное заявление, про то забыть. У нас одно заявление есть, и по нему должен быть ответ. На сегодняшний момент даже нету письменного нам ответа. Улитворить нашу просьбу, отказать. Если отказать, по каким причинам? То есть просто бездействие. А какого было первого заявления? Какого было первого заявления? На, ознакомление. 11 октября. 11 октября. Соответственно, с 11 октября ваш доверитель не получал какой-либо информации. Я правильно понимаю, да? То есть не пригласили ее, ответа письменного не было. Номер телефона содержался в заявлении? Не знаете. Ну, если помните, то... Я думаю, там все содержалось. Более того... То есть какого-то звонка не поступило, письма не поступило, и вы решили... Я хочу обратить внимание, именно на этом сделать акцент. Мы неоднократно на приеме и у Панфилова, и накануне у Бухарова, и у Ивкина, у Чухарова, у зам... Не помню, как фамилия, УМВД, и потом УМВД по городу Голы. Мы всегда говорим о том, что мы до сих пор не получили письменный ответ. Идет бездействие. Подождите, ну, скажем так, вот когда вы оформили заявление для того, чтобы вас ознакомили, вы непосредственно, скажем так, ждали чего? Письменного ответа, в котором будет написано, ваше заявление рассмотрено, придите, ознакомьтесь в какие-то часы, в какие-то дни. Либо можно было бы, если бы вам перезвонили и сказали о том, что материал готов, приходите, ознакомьтесь. Я расценирую так, что в любом случае должен быть письменное уведомление о том, что приходите. На это прокуратура обратила внимание, что должно быть конкретно письменный ответ, где должно быть указано дата и время, когда вы можете ознакомиться. В принципе, как делает прокуратура. Прокуратура письменно извещает о том, что вы такого-то числа можете прийти, с какого-то время ознакомиться. Не по телефону, неизвестно, кто кому чего сказал, а письменно. Да, у нас сейчас 21 век, в электронном виде мы получаем эти письма. Но я обращал внимание, говорю, если бы нам даже что-то отправили, как говорил Чухаров о том, что якобы нам направили, позовите исходящий номер, какие-то доказательства предоставьте, чтобы нам что-то отправляли. Сколько визитов-то было после поданного заявления, то есть, грубо говоря, теоретически, вариантов для ознакомления? Минимум два, потому что два раза, когда были, два раза отказали, но были без меня, к сожалению. Правильно же, да, без пунктового? То есть, приходили и со мной, но и без меня. Когда я присутствовал, то вообще не было никакого результата, а в мое отсутствие пытались подсунуть материалы дела, но не в полном объеме, материалы проверки. То есть, закрывая определенные данные, как раз те данные, которые нам нужны для того, чтобы обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. Ну, поскольку там речь шла об отказе от окружения уголовного дела и говорилось о том, что там усматривается гражданское правовое отношение, соответственно, вот этот человек является, по сути, ответчиком, и мы должны знать персональные данные, а именно адрес места жительства, ну, паспортные данные, чтобы, согласно 131-132 статьи ГБК, грамотно оформить исковое заявление, определить территориальную подсудность и тому подобное. То есть, это важное основание. Более того, я ссылался, ну, и мы, доверитель, ссылались на разъяснение конституционного суда по поводу того, чтобы закон о защите персональных данных не распространяется на вот эти правоотношения, которые возникают в рамках проверки, доследственной проверки, в рамках УПК. То есть, это как бы совсем другие вопросы. То есть, сотрудники полиции не являются операторами там по сбору информации, персонал данных не обрабатывают никак и тому подобное. То есть, это доходчиво было донесено и до вышестоящего руководства, и до всех, но они на сегодняшний момент боятся написать нам отказ только на словах, потому что есть статья 140-го Уголовного кодекса, говорит о том, что если собраны в установленном порядке документы, информация, нам не предоставляется незаконно, это называется нарушение наших прав, гражданских прав на ознакомление с информацией. И подусмотрен уголовный ответ. Вот поэтому все боятся под этим подписаться. На словах нам говорят, пытаются нам лить в уши вот эту информацию, недостоверную, вопреки тем разъяснениям, которые мы ссылаемся, о том, что, говорится, вы вот только вот это сфоткайте, мы говорим, нам это не интересно, нам нужно именно вот эти данные. Я понимаю. Скажите, пожалуйста, вы как гражданин со своими данными, да, фамилии, имя, общество, имеете страницу в соцсетях? Я воздержусь от этого ответа. Я считаю, что данные обстоятельства должен доказывать естественно. Я не спрашиваю сейчас от вас доказательства, я отдаю вам вопрос. Я правильно понимаю, мы фиксируем, что вы отказываете в том, что это не вовремя? Да. Значит, подытожим ваше пояснение. Вы в полном объеме возражаете против удовлетворения требований? В полном объеме. Более того, я предполагаю, сейчас я подумаю, на подачу встречного иска. Почему? Потому что из информации, которую сейчас я услышал, в отношении меня была распространена заведомо недостоверная информация. Вот пускай тот свидетель, который распространил данную информацию, доказывает, что он получил... Я обращаю внимание, что я считаю, что диск заявлен вообще ненадлежащему лицу, за каких-либо законных оснований. Почему все ненадлежащему лицу? Ну, я думаю, что-то разберется, почему ненадлежащему лицу. Нет, ну, это ваше возражение. Таким, да, раз вы это говорите, что я ненадлежащему лицу. Что вы имеете в виду? Я в своих возражениях это оторожу. Хорошо. У меня были вопросы в главном месте. О, пожалуйста. Нет, в вашей честь. Все на основном судебном заседании. Хорошо, присаживайтесь. Есть ли у участников процесса какие-либо заявления или ходатайство перед судом об истребовании каких-либо доказательств подняла? Да, у меня будет ходатайство вызвать в суд в качестве свидетеля то лицо, на которого ссылается истец, а именно дежурный Константин, да, вы сказали? Михаил, или как? Ну, то есть, тот человек, который в отношении меня распространил ложную информацию. Мне хотелось бы выяснить источник его осведомленности. Секундочку. Простите, пожалуйста, сейчас я хочу подробно подробно разрешать. Еще раз, уважаемый мистец, поясните, то есть, вот, когда подняли данную с ним на гражданину Маваева Владимировича, чем руководствовались? Результатским кодексом. Нет, не имею в виду. А почему вы посчитали, что именно им непосредственно, скажем так, было распространено вот видео, да, о которых вы заявляете? Это вы, скажем так... С интернета? С интернета что? Гражданин Мамаев, там, я посмотрела не только свое видео, там и другие просмотрела. То есть, интересно, где гражданин Мамаева говорит, что... Я имею в виду, вот, как вы... Ну, понятно, что это видео, там, Мамаева, грубо говоря, который вот к вам приходил, как вы говорите. Скажем так, это что, какая-то там страница была с его данными, с его изображением. Страница его изображения только с, типа, с рогами. Почему, грубо говоря, это именно он сделал, а не доверенное вот лицо, которого интереса он представлял. Вот их же было... Вот если бы он только один был бы на видео, а вот, я так понимаю, он же вдвоем был? Ой, нет, он и один он был. Нет, к вам же на прием кто пришел? Мамаев с доверенным лицом своим, правильно? С Анной, да. Вот. То есть, скажем так, если они снимали видео, или кто-то один из них, да, то есть, кто мог распространить это видео? Либо Мамаев, либо Анна. Но на той страничке... Почему пошли именно... Потому что на той страничке очень много видео... Вконтакте? И вконтакте, и в ютубе, которые указаны в исковом заявлении Мамаев про видео, только где Мамаев. Его голос Мамаева, его видео Мамаева. Анна там только про холодильник. И все. Больше Анны там и нет. А как вот страничка Вконтакте называется? Ну, там одна, скажем так, Мамаев про. Мамаев про. Вводишь, когда в ВК Мамаев Владимир, и выскакивает его страничка. Если ввести Мамаев Владимир, то выходит вот эта страничка Мамаев про? Да, да, да. Там фотография одинаковая, что в ютубе, что в ВК Мамаев про красное лицо, похожее на ответчика с рогами. И на этом изображении вы узнали ответчика? Да. Оно, изображение похоже на ответчика. Только красное лицо и с рогами. К сожалению, рогов пока не вижу. Пока. Ну, мало я, я же не знаю, что будет дальше у вас. сообщили вам непосредственно о том, что было размещено это видео на следующий день в отделе полиции. В 6 утра я еще была на службе ответственной от руководства, так как мы заступаем на суточное дежурство с 8 утра до 8 утра. Сообщил оперативно-дежурный около 6 утра. Естественно, я разнервничалась, у меня очень сильно разболелась голова, что пришлось вызвать скорую помощь. Потому что свои должностные обязанности я уже... Константин вот я записала. Да. Да, он вам сообщил. Да. Он тоже находился на дежурстве. На дежурстве, на суточном дежурстве, да. Как отроте на дежуре. Хорошо. Понимаешься. Можно поиск, поиск, И вы позвонили в скорую. По какому телефону? 112. 112 вроде бы. Затрудняюсь ответить. Это было 11 число, да? Это 11 число, время с 6 до 7, потому что я сначала на улицу... Приезжала скорая в отдел полиции? Да. Приезжала. Какие-то... Лекарства давали. Лекарства давали, кардиограмму сделали, так как было учащенное спасобиение. И далее основания для госпитализации? Я отказалась. Отказались от госпитализации? В связи с тем, что да, я одна воспитываю ребенка, у меня ребенка к ребенку, к ребенку, к ребенку. С учетом того, что выпив лекарства, которое дало скорая помощь, таблетки, давление снизилось, мне стало полегче. Естественно, я ушла домой. Скорая дождалась, когда мне стало легче. Они находились со мной все время. после приема лекарства стало легче? давление снизилось, сердцебиение меньше стало. Не такое часто. и скорая уехала. Скажите, пожалуйста, если я сейчас где-нибудь свою фотографию на каком-нибудь ресурсе увижу, в YouTube, ВКонтакте, в Одноклассниках и тому подобное, то мы будем считать, что это мое. Правильно я вас понимаю? Логику вашу. То есть, если вы увидели какого-то похожего человека на меня с рогами, то вы сделали вывод, что все, эта страничка принадлежит Мамайу Владимиру Владимировичу. И все, что там размещается, делает Мамайу Владимировичу. Правильно я вас понимаю? Там видеоролики идут только одни с вашим участием. Я про это и говорю. Да, да, да. То есть, если там идут ролики, значит, это выкладывает именно Мамайу Владимировичу. Не кто-то другой. Да. То есть, а на чем основано вот это ваше предположение? На том, что вы даже в ВК писали. О том, что вы... На чем основано, что это я писал? Исковое заявление получаете только вы. Данное исковое заявление, Так я хочу понять, почему вы именно на меня подаете в суд? Как вы установили факт, сам факт совершения тех либо иных действий? Мною лично. Я же вам не просто так задал вопрос о том, что может быть где-то еще эти ролики размещены. Я в следующем судебном заседании покажу, что эти ролики размещены. и в других ресурсах без моей фотографии. Ваша честь, исковое заявление будет дополнение исковому заявлению. Роликов будет больше. Потому что после того, как было подано исковое заявление, гражданин Мамаев узнал об этом исковом заявлении, либо с почты, либо получил, он это уже, всего не знает. Было смонтировано от злости в этот день еще два или три видеоролика и выложено в интернет. то есть это тоже будет все... Я единственное, что попрошу тогда вас к основному судебному заседанию, чтобы были представлены сведения о номиновании и о юридическом адресе ресурса, на котором содержатся эти публикации, о которых вы заявляете или впоследствии будете дополнять еще заявлять. То есть если это ВКонтакте, то есть как правильно называется непосредственно это социальные сети или что это там, приложение или не знаю, так же самое Ютуб или вот где еще будут размещены то есть непосредственно вот этот вот самый ресурс, на котором содержится эта информация. В настоящий момент изначаются данные основного судебного заседания. Скажите, пожалуйста, вы сможете представить сведения по поводу обращения в медицинскую помощь либо необходимо суду запрашивать информацию? Если суд может, запросите, потому что в связи с загруженностью к этому невозможно. ...информацию из медицинского учреждения по выяснение поставить смелость, факт вызова скорой помощи 11 ноября ... Уважаемый суд, я возражаю, я считаю, что данное обстоятельство не имеет никакого значения, потому что отсутствует причина следственная связь. Я не знаю по какой причине, может быть накануне вы там что-нибудь употребляли, у вас голова болела и тому подобное. Понимаете? Я не вижу причина следственной связи про ролик и вдруг человеку стало плохо и вообще считаю это злоупотребление своими полномочиями в рабочее время писательского заявления вызывать скорую непонятно для чего.